Песноярский автомеханик Евгений Рехлов изобрел автомобиль, который смело можно назвать царем дорог. Сверху кузов от Волги, а вот колеса от Крузера. Протестировать этот гибрид мы отправили Марию Терехину. Она признается, после таких покатушек чуть не посидела. Смотрим. Думаю, что у меня сердце остановится скоро. Ой, мамочка. Господи, что происходит у меня уже... Не поездка, а испытание. Комфорта в такой машине минимум, зато эмоции зашкаливают на каждом повороте. За рулем изобретатель сибирского артитрака. Евгений Рехлов рассказывает, взял раму от 80-го Крузера, накрыл кузовом от Волги и раритет 62-го года выпуска. Заревел. Колеса это 35-й размер, седеров на 20, на 30 больше, чем стандартные крузеровские идут колеса. Диски с минусовым вылетом для того, чтобы расширить колею, чтобы более устойчиво было. Это шнорки, труба, чтобы можно было по грудь в воде, как говорится, ехать. Топливо такая машина съедает в среднем 20 литров на сотню. А вот в лесу расход идет уже на часы, говорит механик. За 10 километров может уйти и бак. Евгений шутит. Самое главное при управлении трехтонным монстром не раздавить легковушки. Да, кстати, маршрутки не мешают ездить. Не подрезают, не вылазят передо мной. Ну, в самом деле страшно? На первую, когда тестировали, чтобы знать, как машина съедает, люди ощущают. Я предлагаю звать и руки, я лучше вас со стороны поснимаю. Ты такой добрый, ты просто сбежать не хочешь. Вова, как же я. Один минус найти место для парковки на такой машине – беда, признается Евгений. Так что в центр старается лишний раз не высовываться. Кстати, пока авто не примелькалось, рассказывает мастер, водители на дороге постоянно гудели. А прохожие до сих пор останавливаются поглазеть. А вы как думаете, откуда ее пригнали? А я не знаю. Украли, наверное, как. Вы бы какую машину прозвали? Буйвол или еще что-то такое вот. Обыкновенная «Волга-23». На УАЗе поставлено и все. Больше ничего неинтересного не нужно. То есть вам не понравилось? Не совершенно такое, извините, уродство. Машина должна быть своей маркой. Конечно, проходимость хорошая, но может быть. Ваша круче? Моя ласточка круче. На прокачку «Волги» у Евгения ушел два с половиной года. Говорит, вязался в это ради интереса. Надоело гонять на обычной тачке. Для полного счастья, признается изобретатель, остается привести в порядок салон. Поменять панель, обшить потолок, поставить акустику. Тогда точно можно будет считать, что студенческая мечта сбылась. Сам собрал идеальную машину по своим меркам. Мария Терехина, Владимир Фетисов, 7 канал.